Первое открытие Ефим Бушканец сделал еще учеником Казанской школы. Найдя неизвестные материалы о студенте Льве Толстом в Государственном архиве, позже он написал письмо в Московский Государственный музей Льва Толстого и получил ответ от ученого-секретаря с серьезными рекомендациями для будущей научной работы. Поэтому выбор будущей профессии, можно сказать, был предопределен сразу. В 1940 году в университете был заново открыт филологический, ну не тогда факультет, а филологическое отделение. А в 1939 году было возобновлено историческое отделение в университете. И поскольку мой отец закончил школу с золотым дипломом, ну тогда это называлось золотым аттестатом, то без экзаменов он был принят в университет и он стал первым студентом-филологом возобновленного филологического направления, как Аксаков когда-то был первым студентом Казанского университета, и он этим очень гордился. В 1940 году в Казанском университете после 20-летнего перерыва был воссоздан историко-филологический факультет. Тогда и начались студенческие годы на филологическом отделении. Проблем с поступлением не было, Ефим Бушканец, обладатель золотого аттестата, был принят без экзаменов. Уже на первом курсе он получил первое место и премию в 200 рублей за работу Маяковский и Казань. В этот же период начался следующий этап жизни – фронт. Изначально он, как и все студенты, был послан на рытье окопов на предполагаемой линии обороны недалеко от Казани. А уже в конце осени призван. В итоге он прошел всю войну до конца. Ефим Бушканец служил в пехотных войсках. В должности старшины воевал на Калининском фронте. Позже получил ранения под Ржевом и находился на лечении в Казанском госпитале. Старшим лейтенантом он продолжил службу и был комсоргом батальона в одной из частей на Белорусском фронте. Был награжден медалью за боевые заслуги орденом Отечественной войны второй степени. Вы знаете, это такая иллюзия, как будто фронтовики любили рассказывать о том, как они воевали. Один раз только я с большим трудом выбила из папы какие-то фронтовые воспоминания. И мне их удалось записать. Я уже была достаточно взрослая. Это были очень тяжелые воспоминания. И те, кто на самом деле прошел войну, они не любили об этом рассказывать. Слишком трудно это было. Большей частью рассказывают о войне те люди, которые либо отсиделись в тылу, либо насмотрелись на войну в фильмах и пересказывают то, что они прочитали, то, что они увидели. В 1942 году Ефим Бушканец оказался на Калининском фронте под Оржевом. Тогда новобранцев подвозили на поездах, которые останавливались практически у линии фронта. Эшелоны бомбили один за другим, потом все бежали по полю без строя. Ефим Бушканец упал и увидел в небе низколетящий самолет, в котором сидел молодой летчик-немец. Боец успел прикрыть рукой голову, поэтому его ранили только в локоть. После этого он шел назад как мог, наткнулся на избу и уснул там, не подозревая, что живыми были только он и крысы. Вскоре он дошел до железной дороги, где ехал санитарный поезд. Шанс съесть в него был только у тех, кто мог ходить сам. В итоге ему повезло и по случайному стечению обстоятельств его отправили на лечение в госпиталь в Казань. После выписки он был вновь отправлен на фронт. Папа рассказывал о том, что он оказался на Калининском фронте. Это был тогда город Калинин, Оржевское направление, нынешний город Тверь. И самые страшные воспоминания были связаны с тем, что их бросали в бой совершенно неподготовленных. И подходил поезд, там был овраг, первый эшелон. Практически все полностью, те, кто прибыли в этом эшелоне, они были убиты. И овраг стал ниже, потому что вообще форсировать овраг, это была какая-то совершенно глупая история. И непродуманная со стороны начальства. Потом подошел следующий эшелон, и овраг стал еще меньше. А вот третий эшелон, он уже прошел практически по ровному пространству, и смогли они двигаться дальше. Ефим Бушканец не забывал и про научную и культурную деятельность. Еще студентом он начал работать в Государственном музее ТАССР и занимал там ответственные должности. Постепенно он стал известным краеведом. Его путеводитель по Казани был настольной книгой для экскурсоводов и музейных работников. Вскоре после защиты докторской диссертации в Пушкинском доме в Петербурге, Ефим Бушканец был приглашен в Казанский государственный педагогический институт в качестве заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы, где и проработал до конца своей жизни. Папино влияние, конечно, всегда было очень сильным. И я бы сказала, что я так хожу по кругу, продолжая семейные традиции. То есть папа, например, 20 лет проработал заместителем директора национального музея. Тогда это был Кривический музей ТАССР. И я вот сейчас тоже оказалась здесь на работе в этом музее. И он занимался творчеством Толстого, например. И я продолжаю заниматься жизнью творчеством Толстого. Поэтому все то, что он делал для города, для республики, все это я пытаюсь продолжать. На кафедре Ефиму Бушканцу удалось создать мощный профессиональный коллектив ученых и педагогов. Его труды известны далеко за пределами Татарстана. Он оставил свой след не только в науке и образовании, но и в момент, когда Родина больше всего нуждалась в помощи. Карина Саяхова, Кристина Отекина, Тимур Ахметов. Универновости.